В Алматы увеличилось количество инфицированных коронавирусом с явными симптомами. По данным санитарных врачей, признаки ковида проявляются сейчас почти у 90% зараженных. А еще значительно больше стало пациентов с тяжелым течением болезни. В крупнейшем городе страны сохраняется напряженная эпидобстановка, но вводить новые ограничения здесь пока не будут. А в Таразе карантин могут усилить. Там думают, как обезопасить местное население в православный родительский день. В Актобе же суточный прирост зараженных ковидом резко сократился. Вот только медики говорят, радоваться нечему. Сейчас передаю слово репортерам КТК на местах. Они расскажут вам все в деталях. Начнем с Алматы. В Алматы все меньше пациентов с бессимптомным течением коронавируса. Почти у 90% зараженных теперь проявляются признаки заболевания. Санврачи объясняют, к осложнениям приводят именно новые штаммы ковидом. В городе пока выявлено три заразных мутации. Британская, бразильская и южноафриканская. Сейчас специалисты выясняют, добрался ли до Казахстана датский штамм. Алматы почти два месяца находится в красной зоне. Эпидситуация в городе стабильно тяжелая. Ежедневно регистрируют больше 600 новых случаев. В основном алматинцы заражаются дома от своих родственников и друзей, утверждает заместитель главного санврача Осель Калыкова. Немало в списке инфицированных сотрудников организации, пенсионеров и школьников. Заражения при контактах с родственниками, соседями и друзьями заметно возросли с 2,3% до 2,6%. Это, как полагаем, в результате организации проведения АУЗа Шаров. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в настоящее время возникла необходимость ускорения процесса вакцинации, как я уже сказал, первым компонентом, с целью защиты максимально большего числа населения. Ну а поскольку упор теперь делается на первый укол, вторую дозу спутника будут делать не раньше, чем через 45 дней. В ближайшее время врачи перепишут график вакцинации и обещают оповестить пациентов. Приглашение придет по СМС. По старым правилам второй компонент будут колоть только тем, кто получил первую дозу до 21 апреля. При этом санврачи признают увеличение интервала между двумя дозами почти на месяц, замедлит окончательный процесс иммунизации населения. Осель Калыкова уверяет, в городе достаточно второго компонента 193,5 тысячи доз. И при необходимости завезут еще. Тем временем в октябре прирост заболевших пошел на спад. Но врачи этому почему-то не радуются. Сейчас коллега расскажет, в чем же причина. А в октябре впервые за последние месяцы число новых больных коронавирусом резко упало до 27. Горожане ликуют. Неужели инфекция отступает? Но врачи объяснили, с чем на самом деле связан неожиданный спад больных. По словам руководителя управления здравоохранения, сегодняшние суточные показатели неточные. Оказывается, в праздники частные лаборатории не работали. ПЦР-тест обрабатывали только в государственных. Поэтому говорить о том, что в области резко сократилось число новых заболевших, неправильно объясняют врачи. Реальная картина будет известна завтра утром. И особо радоваться, говорят медики, нечему. Высокая летальность в регионе сохраняется, как и количество тяжелых пациентов. Только за последние два дня в стационарах скончалось пять человек. Двое из них за последние сутки. Первый случай. Мужчина 71 года. Поступил в тяжелом состоянии. С острой легочной недостаточностью. Сопутствующие заболевания у него имели сахарный диабет. Ишемическая болезнь сердца. Также были поражены сосуды. Ожирением страдал. Второй случай. У нас 60 лет. Мужчина поступил также в тяжелом состоянии. На сегодня в октябрьских стационарах от коронавируса лечатся около 700 пациентов. 45 из них беременные женщины. 51 человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. В общей сложности в регионе занято около 44 процентов инфекционных коек. Оптимизма они добавляют и то, что грядут очередные праздничные выходные. Как правило, после них происходит всплеск заболеваемости коронавирусом. Так, к примеру, было в марте. А тут еще родительский день у православных. На юге страны уже решают, а не отменить ли его. Коллега из Жамбулской области расскажет подробнее. Жамбулская область уже вторые сутки в красной зоне по распространению коронавируса. Последнюю неделю у нас фиксируют рекордные для региона показатели заболеваемости. Жители активно призывают избегать мест массового скопления людей. Поэтому предстоящий родительский день, это когда люди идут на кладбище поминать родных, оказался под вопросом. Сейчас чиновники и санэпидемиологи думают, нужен ли в этом году запрет на посещение кладбищ. Ведь там обычно собираются тысячи человек. Но пока вход на самое большое кладбище Тараза остается открытым. Люди приходят, посещают, убирают свои родные и близкие. Заодно мы готовимся. В этом году мы людям объясняем, чтобы они уменьшили количество людей. В связи, как бы сказать, скоплению людей, чтобы не было. Люди с пониманием относятся и каждый день, они каждый час звонят. Будет ли открыт в родительский день ворота, мы думаем, официально еще ответы от санэпидемиологи не взяли. Пока решение о родительском дне санэпидемиологи не озвучили. Но есть вероятность, что он пройдет так же, как в прошлом году. Тогда ворота, кладбищ были закрыты наглухо. Их посещение отложили на лучшие времена. Алматы, Актуби и Тарас были представлены в нашем обзоре. Спасибо корреспондентам КТК, работающим на местах.